Ненадежный МКПП, авто. Рисунок к статье. 24 февраля 2015 года 8.43, Павел Жуков, текст фото-видео. Ненадежный МКПП обзор коробок, которые могут подвести страшилки о ламучести и дороговизне ремонта автомата знают все. При этом механика, как правило, выступает в роли надежной альтернативы. Между тем, в среде МКПП есть самые настоящие предатели, за которыми нужен глаз да глаз. Головная боль ваза главная проблема вазовских трансмиссий в том, что затачивались они под слабенькие моторы мощностью в 70 лошадок. Укомплектовывались ими еще восьмерки и девятки. Сегодня те же самые коробки ставятся на все семейство. ЛАДА. Создавалась трансмиссия с определенным запасом, и по лошадиным силам, и по крутящему моменту. Но факт остается фактом. Минус Боливер не выдержал. Конечно, за последние три десятка лет коробку улучшали, доделывали, докручивали, но выносливее она, к сожалению, не стала. Особо осторожными нужно быть тем, кто присматривается к поддержанным. ЛАДА. С 16-клапанными моторами мощностью 98 и 106 лошадок. Верить рассказам, что ТАСС, огонь, сел и улетел минус явно не стоит. Вместо этого нужно хорошенько прислушаться к работе коробки, особенно при нагрузках. Шансы, что подшипники находятся в состоянии комы, довольно высоки. Смерть коробки в этом случае может наступить в любой момент. Напорт отчина в Германии. Не только отечественные коробки страдают хворями. По количеству болезней механика. ОПЛ. Под индексом. Ф-17. Даст нашим фору. Эту трансмиссию можно считать наследницей четыреступенчатой коробки. Ф-13. Которая ставилась на. ОПЛ Кадет. В 1980-х годах. Вот только потомок получился не столь надежным, как прародитель. История. Ф-17. Начинается в конце 1990-х. Обычная пятьступенчатая коробка. Она шла в комплекте с двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра. Чья мощность не превышала 101 лошадку. В этих сочетаниях проблемы с трансмиссией если и были, то в пределах допустимого. Все изменилось в 1999-м, когда. ОПЛ. Стал внедрять новый двигатель объемом 1,8 литра и мощностью в 125 лошадок. По традиции, в паре с ним шла старенькая. Ф-17. Вот тут проблемы стали заявлять о себе в полный голос. Особенно когда все той же сладкой парочкой стали оснащать тяжелый седан. Вектора Си. И громоздкий компактвен. Зейфиру Э. Добили горемычные. Ф-17. Новые 140-сильные двигатели, которыми оснащались. Астра. И. Зейфира. Следующего поколения. Спустя самое короткое время в сервисах. ОПЛ. Возникла острая нехватка контрактный коробок на замену. Утешением может послужить тот факт, что коробки активно сигнализируют о приближающейся кончине. Во время движения механика начинает сильно гудеть. Это поют подшипники и валы. Их неисправности тянут за собой целый шлейф проблем. Прямой урон наносится шестерням, дифференциалу и корпусу самой коробки. Вот и получается. Как в старом анекдоте. Чем такого лечить? Проще нового сделать. Другими словами, неисправную коробку дешевле заменить, нежели ремонтировать. Но не только. Ф-17. Обрела дурную славу. Есть у. ОПЛ. Еще одна механическая трансмиссия, к которой возникало немало претензий. Шестьступенчатая. М-32. Она шла в паре с турбированным мотором объемом 2 литра. Им укомплектовались. Зейфира и Астра в середине нулевых. К счастью для автовладельцев. М-32. Долго не продержалась на конвейере, и была заменена на живучую механику под индексом. Ф-40. Корейский пациент-коробка. Хайенд Айм-56СФ. Тоже не выдержала соседства с мощными двигателями. Кстати, ее близкий родственник, коробка. М-5Ф-3. Ставилась на. Аксент. 2001 модельного Гудена. Работающая в паре с двигателем и объемом 1,5 литра и мощностью 90 лс, также не славилась надежностью. М-56СФ. Поначалу работала только с мотором мощностью в 100 лошадок на. Хайенд Ай-20. И все было в норме. Но когда ее прописали на двигателе объемом 1,6 литра породы. Гамма-2. И мощностью свыше 122 лошадок, начались неприятности. А ведь такие моторы ставятся на целый ряд моделей. Ай-30, Solaris, GearSeed. Коробка элементарно не справляется с поставленной задачей. Слишком тяжелы были для нее эти авто. МКПП. Конечно, меняют по гарантии. Но чаще они выходят из строя через 4-5 лет. А значит, затраты берет на себя владелец корейца. Волчья пасть механическая трансмиссия Volkswagen 02T, которая сейчас ставится на Polo Sedan и Skoda Fabia, и работает в паре с мотором 1,6 литра, мощностью 105 лошадок, тоже частенько подводит своих владельцев. Впрочем, количество поломок существенно ниже, чем у корейца или Opel. Эта коробка появилась 16 лет назад, и поначалу ставилась на Audi A2 с 75-сильным двигателем и объемом 1,4 литра. По идее, трансмиссия заточена на большую мощность и крутящий момент, чем прописано в техдокументации. Тем не менее, запаса прочности ей тоже не хватает. Что интересно, чаще всего 02T начинает болеть ближе к завершению гарантийного периода, либо сразу после его окончания. Так что покупателя Polo или Fabia на вторичке может ждать весьма неприятный сюрприз. Что в итоге? Механика, конечно, проще по конструкции, чем автомат, а значит, изначально более надежна. Трансмиссии, о которых шла речь выше, не так уж плохи, но, по статистике, подвержены поломкам чаще других. Так что если подвернулся подходящий авто с пробегом, оснащенный проблемной трансмиссией, это не повод отказываться от покупки. Просто следует отнестись к трансмиссии максимально внимательно, послушать, погонять как следует, проверить уровень масла. Если есть сомнения, загнать авто на подъемник и проверить трансмиссию. И тогда, скорее всего, проблем при эксплуатации автомобиля удастся избежать. Фото. Ей слэш. ТАСС. 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 ТАСС.